В картинной галерее открылась выставка, которая получила забавное название «Котовасия». Сразу понятно, что посвящена она одним из самых любимых домашних животных – кошкам. Условно, эта выставка делится на две части – живописные работы ивановского художника Галины Беляевой и экспонаты из частной коллекции главного хранителя фондов галереи Елены Русецкой. Галина Николаевна Беляева родом из Сибири закончила Ивановский техникум дизайна. Ее творчество довольно разнообразно. Она художник по бересте, занимается живописью, батиком, декоративно-прикладным искусством, работает в технике акварели, темпера, пастели, говорит, что очень любит животных и часто их рисует. В числе первых, наверное, начала рисовать кошек, потому что у самой всегда были кошки, и сейчас есть разные, там и умирали, и все, потому что это уже больше к 15 годам, наверное, как я их рисую. Вот я просто в кошках, вот собак я не очень, я их и по жизни не очень, и рисовать. Рисовала, конечно, но мне это неинтересно, потому что как-то вот в кошках я вижу людей. Я их очеловечиваю, вроде как я им придаю характер какой-то, настроение, когда у них какое у меня, естественно. Вот, ну, чужих котов, например, вот эти коты, это вашего известного художника Булыгина Николая, да, это были у него сиамские, вот они очень понравились, вот он фотографию мне дал, как они у него сидели на подоконнике. Вот, люблю котов, да, вижу в них, вот, а тем более вырастила некоторых котов прямо с рождения, то есть как ребенка у нас был один кот вообще, как ребенок, как человек. Он не понимал, он собак не боялся, он не понимал этого кошачьего языка, только человеческий. Не знаю, вот такая вот у меня любовь. Конечно, коты у меня разные, я стараюсь, это вот очень, у меня хорошо любили котов по природным явлениям. Зима, лето, осень вот я рисовала, да, и люди приходили, вот у нас еще нет весны там, да, и вот какие-то смешные, конечно, они у меня и мультяшные. Галина Беляева часто ездит по стране, демонстрирует свои работы на городских праздниках, выставках, ярмарках. Ее кошки побывали в Москве, Ярославле, Владимире, Костроме, Ростове-Великом, Нижнем Новгороде, Иванове. Сюжеты работ, говорит Галина Николаевна, рождаются под влиянием каждодневного общения с братьями нашими меньшими. Ее кошек очень любит народ, они поднимают настроение, делают людей добрее. Кот-рыбачок, сейчас у меня муж похудел, а так все это, говорили, ой, мой муж, я говорю, и мой тоже. Вот очень он всем нравился. Вот детям нравится очень. Люди подходят, вот именно в восторге, все, ой, там дети. Это просто радовало, чисто душевно. В одном из залов экспоната из своей частной коллекции представила главный хранитель фондов картинной галереи Елена Русецкая. На выставке можно увидеть разные забавные фигурки, живописные картины, посуду, подставки, магнитики, работы в технике батик, вязание, валяние и многие другие, так или иначе связанные с кошками. Елена рассказывает, что они относятся к ним очень серьезно, тем не менее собирает эти экспонаты уже более 20 лет. А начиналось все с обыкновенного астрологического гороскопа. Согласно гороскопам, по годы рождения я кот или кошка. И однажды, это было более 20 лет назад, одна из моих подруг подарила мне фигурку кошки. И вот с этого все и началось, собственно. Дарят действительно очень много здесь даров, подарков, различных фигурок и даже картин живописных, на которых изображены кошки. Некоторые из кошек я покупала сама, но поскольку я работаю в музее, то, конечно, меня больше привлекают такие дизайнерские вещи. Вот, например, у нас была выставка Натальи Демьяненко, известной иванского художника и дизайнера, которая представила на свою выставку различных кукол, в том числе кошек. И одна из них мне очень понравилась, мне захотелось ее приобрести, но Наталья ее мне не продала, поскольку она сказала, что это ее как бы лицо всей ее выставки. И она по моему заказу, по моей просьбе сделала мне вот такую кошку-модницу-барыню такую в манто, которая здесь представлена на этой выставке. Здесь на выставке представлены кошки нашего фурманского художника Анны Горбуновой. Одна из них расписана в технике мезинской росписи, она представлена на кубе. А вторая – это кошка ручной тоже работы, тоже с ручной росписью. Ну, кошки есть. Здесь вот небольшое панно в технике батика выполненные, автор Татьяна Камшилова. Здесь есть кошки, связанные крючком, выполненные в технике валяния, автор Татьяна Сибелева и так далее. Но вот таких кошек я приобретала, конечно, сама. Иногда люди, когда ездят в какие-то путешествия, они всегда из путешествий привозят себе магнитики. Я, если куда-то езжу, я всегда привожу из своих путешествий и поездок, всегда привожу кошек. Или фигурки, или какие-то магниты, на которых изображены кошки. Но в последнее время так получается, что я практически никуда не выбираюсь. И вот коллекция моя пополняется за счет того, что люди ездят в путешествия и привозят уже мне из своих путешествий каких-то кошек, каких-то магнитов, на которых изображены кошки. То есть вот таким образом эта коллекция моя пополняется. На моей коллекции кошки выполнены из разных материалов. Это и фарфор, роспись ручная техники кжель. Это и керамика, и ткань. Ну, в общем, различные материалы здесь представлены. Причем они носят разные функциональные значения. Есть посуда с кошками, которую тоже я приобретала. Есть кошки-подставки для колец. Есть какие-то другие предметы, которыми можно пользоваться и которые выполнены в форме кошек. По словам Елены Русецкой, выставка «Катавасия» предназначена прежде всего для детей. В период летних каникул ее активно посещают воспитанники школьных лагерей. Нам бы очень хотелось, чтобы дети, которые приходили на наши выставки, а мы получили какое-то эстетическое наслаждение от этой выставки. И еще сейчас тема домашних животных, бездомных животных очень востребована, очень высоко, действительно часто поднимается. И особенно в нашем городе очень часто выбрасывают домашних животных, кошек. Повсеместно мы подбираем вот этих маленьких котят и кошек. Поэтому мне бы хотелось, чтобы дети, которые смотрели эти выставки, как-то немножко приучались к теме любви к животным, и в частности к таким животным, как кошки. И я бы хотела пригласить на эту выставку всех, и ребят из школьных лагерей с своими педагогами, и просто детей разного возраста, которые могли бы приходить к нам в картинную галерею с своими родителями, бабушками и дедушками. И хочу напомнить, что картинная галерея, выставка будет наша работать целый месяц, с 16 июля по 16 августа включительно. Наша картинная галерея работает с 10 до 17 часов, но хочу сделать акцент на том факте, что в связи с летними отпусками и ограниченным количеством сотрудников картинной галереи в субботу и воскресенье мы работаем. Но мы работаем с 10 до 15 часов. Поэтому приглашаем вас посетить нашу картинную галерею и посмотреть нашу новую выставку, которая называется «Катавасия». «Катавасия» 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 «Катавасия»